Начинаю этот влог со вкусного завтрака. Здесь у меня вот такие вот продукты. Это авокадо, и он очень-очень спелый, очень мягкий. Прям идеальный авокадо. Здесь часто попадаются идеальные авокадо, кстати, в магазине. Вот такой вот бутербродный хлеб, он тоже очень вкусный, свежий. И норвежский лосось. И все это с сыром Филадельфия. Получается очень вкусный бутерброд. И, конечно же, какое утро без кофе. Я всегда пью только молотый кофе, растворенный не пью. Завариваю его в турке. И ароматная чашечка. Это то, что нужно. И вот такой вот красивый тортик у меня оказался. Как нельзя, кстати, сюда подходит. По-моему, очень эстетически прекрасно. В прошлом ролике мы ходили по магазинам и покупали разные мелочи для преображения нашей арендованной квартиры. А в этом ролике вы сможете увидеть те изменения, которые мы внесли. И насколько по-другому стала выглядеть квартира. Я считаю, получилось очень даже неплохо. Поехали. Начинаем с того, что вешаем шторы. Вот эти вот шторы, они были здесь в квартире. Я их просто постирала, погладила, освежила. И сейчас к этим шторам мы добавляем дешевую тюль из Икеи. Которая выглядит просто как сеточка. Посмотрим, как она выглядит на окне. Окно сразу же преображается. Все шторы из Икеи, они очень длинные, трехметровые. И несмотря на очень даже не низкий потолок в квартире, все равно штора нуждается в подрезке. Поскольку здесь не нужно ее никаким образом подшивать, я просто обрезаю. Также мы купили вот такое вот покрывало. Хоть цвет дивана мне в принципе нравится, но он очень сильно пачкается. И туда постоянно что-то забивается. Это крайне неудобно. Поэтому мы решили приобрести вот такое вот серо-голубое покрывало. Вообще синий и голубой. Все его оттенки, это мои любимые цвета. Также решили приобрести еще несколько подушечек декоративных для дивана. Две у нас было, но я купила еще. И вот это вот перьевые подушки из Икеи. Они очень классные, очень плотные. Очень комфортно с ними сидеть. Получается у нас вот такие вот три подушечки. И еще мы купили пледик, чтобы накрываться, когда сидишь вечером на диване и немного прохладно. Также мы купили ковер для этой комнаты. Очень приятный тоже ковер. Недорогой ковер из Икеи. Очень мягкий у него ворс. И красивый, приятный цвет слоновой кости или айвори. Сделим ковер. И вид становится еще более приятным, чем с покрывалом. Еще мы купили журнальный столик, кофейный столик. Тоже один из самых популярных столиков из Икеи. Вот такой вот черный стол. И собираем его. Субтитры подогнал «Симон» ставим декор и уже что-то вырисовывается очень даже уютная зона получается а сейчас вешаем рулонную штору на балконную дверь вообще в квартире практически на каждом окне была рулонная штора которая защищала от света но на этой балконной двери ее не было и особенно летом и сейчас это уже весна солнце чаще всего появляется и очень сильно светит на закате попадает мужа в монитор поэтому мы решили купить эту штору и и повесить и вешаем штору сейчас на двусторонний скотч потому что сделать дырки в этой раме у нас не получилось у нас есть только перфоратор для него нет такой маленькой насадки кроме того мы сделали вообще перестановку в этой комнате переставили вот эту тумбу под телевизор совершенно другую стену сейчас она выглядит намного компактнее телевизора у нас нет поэтому в принципе без разницы где она стоит также перенесли вот этот круглый стол обезьянный и диван в другую зону вот такая вот зона у нас получилось сейчас мы очень много времени там проводим раньше на диване мы вообще не сидели ссылку на то как выглядела квартира до я оставлю в описании и она сейчас должна появиться на экране стена на которой сейчас висят флажки именно там стояла вот этого длинная тумба флажки я повесила чтобы как-то разбавить вид потому что здесь нет никаких дырок и картину какую-то туда повесить практически невозможно без дырок поэтому я решила сделать такие флажочки они просто из бумаги чтобы как-то немножко повеселее сделать эту белую стену а вот здесь на подоконнике простые искусственные цветы языке и и мне они очень нравятся выглядят они очень живо и классно и не просят их поливать освежает вид комнаты по-моему очень уютно получилось очень приятный ковер приятная зона отдыха сейчас она действительно притягивает там хочется проводить время сейчас вешаем карниз в комнате у ребенка его там вообще не было было вот изначально это синяя рулонная штора и она еще постоянно отваливалась мы с ней очень много намучились и наконец-то мы купили карниз вешаем его и сейчас будем вешать штора делаем дырки а я стою там рядом с пылесосом чтобы пыль не летела а летела сразу в пылесос такой маленький лайфхак вот такую штору купили тоже довольно таки недорогая шторы языке и и она полностью оправдала мои ожидания мне очень нравится что у нас очень много вот этих вот перекликающихся цветов серо-голубой цвет он и на подушках и на покрывали это штора тоже длинная трехметровая поэтому я ее подшила то есть я ее прям обрезала подшила на швейной машине но этот процесс я не стала показывать немножко укоротила и вот так вот стала выглядеть комната посмотрите как она и заиграла вот такой вот ковер мы купили он немного более жесткий чем тот что в общей комнате чем тот светлый ковер но все равно он довольно таки приятный и мне нравится этот небольшой узорчик на ковре вот эта голубенькая подушка у нас уже было раньше очень все классно а вот так вот выглядит наша спальня здесь кроме как подушки дополнительные мы ничего не делали ничего не приобретали но уже с этими дополнительными двумя подушками совершенно другой вид у кровати более законченный завершенный и уютный но и эти подушки классно смягчают сголовье